Это наши деды, наши родители. Это же все из жизни. Ну давайте еще разок и пойду. Это экскурсия в кубанскую историю. Таких на территории комплекса «Атамань» подготовили для гостей очень много. Вообще развлечений в станице нашлось на любой вкус. В том числе и современные спортивные. До того, как на главной сцене стартовал концерт, волейболисты вышли помериться силой на корты. И это уже второй турнир среди представителей средств массовой информации. У кубанских журналистов должен был быть свой какой-нибудь спортивный фестиваль. Думаю, если бы мы были на севере, это мог бы быть хоккей или лыжи. А так как мы южный регион, у нас больше всего пляжей в стране. Какой ни вид спорта, как ни пляжный волейбол. В этом году собралось почти 30 команд. Победителями стали кущевские спортивные журналисты. Любителям преподали урок волейболисты профессиональные. По соседству с акулами пера проходили матчи серии «Энердживоли». В этом году турнир по пляжному волейболу празднует уже пятилетие. Доброе утро, Атамань. Казак ФМ приветствует всех гостей Кубанской станицы. Добро пожаловать на третий фестиваль «Знай наших». А так в станице Атамань началось праздничное утро для гостей. Радиорубка на Майдане, площади перед главной сценой, прямые эфиры и большое количество гостей. Это все фестиваль «Знай наших». Прошел он уже в третий раз. Устроила для своих верных слушателей праздник радиостанция «Казак ФМ». Специальный гость – народная артистка Надежда Бабкина. Ее выступление ждали с особым нетерпением. Певица исполнила уже хорошо знакомые публики хиты. Были в программе и те, что появились в репертуаре ансамбля «Русская песня» после этноэкспедиции по Кубани. Как рассказала певица, здесь ее встречают по-особенному. Это отличительная черта южного региона. Везде народу хочется петь. Но есть регионы, где народ более боющий, есть определенные традиции, такие довольно-таки сильные. Они здесь, понимаете, на Кубани, они сильные очень. А есть поменьше люди. Юга, они более широкие, более открытые. На севере более сдержанные, эмоциональные вообще по-всякому. А здесь совсем другая атмосфера. Мне это знакомо, даже я самая казачка. Создавали настроение в этот день на сцене не только музыкальные коллективы. Большой концерт вели любимые диджеи самой казачьей радиостанции. В перерывах между выступлениями звезд зрители радовали новыми анекдотами и раздавали призы. Например, за самую длинную косу – гордость кубанских казачек. Публика ведущим и артистам отвечала взаимностью. Нам здесь нравится, мы здесь живем. Все громко, ярко. Мы приехали из Краснодара. Посмотрите, какой у нее группа поддержки. Друзьями приехали. Люди даже спору поездили. Очень понравился. Розник хороший. Казатка ФМ все-таки. Все слушают его. Прелестная. Нам очень нравится. Слушаем с удовольствием. И в машине, и дома, и везде. Великолепно. Такая клевая. Словами не передать. Можно было прямо в Атамане и свою удачу проверить. Для этого нужно было купить диск. На нем не только полюбившиеся песни, но и лотерея. Главный приз которой – автомобиль. Подарок от спонсоров красовался недалеко от главной сцены, а к вечеру обрел хозяина. Точнее, хозяйку. Ключи от новенькой «Лады Калины» достались гости из кубанской столицы Татьяне Перовой. Автомобиль! Самая удачливая посетительница этнографического комплекса призналась, что сначала не поверила. Планировала просто купить диск для дальних поездок, а теперь кататься будет на новеньком авто. Продолжался праздник до позднего вечера. Завершился по традиции салютом. Ярким и богатым, как и сама широкая казачья душа. Ай, включай, казак, КФМ, хорошо, чтобы... Анастасия Дишина, Михаил Бойправ, 9 канал, Тимбрюкский район.